прямой репортаж из крыши автомобиля мы приехали на местечко на эрию где можно спуститься будет к речке если затихнуть на секундочку можно услышать как она шумит я надеюсь мы сейчас найдем этот спуск прежде чем начать это видео я хотел бы сказать о том что оно будет немножко необычное в том плане что в нем будет какая-то такая нотка сентиментальности ну по крайней мере для меня я не так давно общался со своими друзьями из германии и немножко загрустил потому что вспомнил этот путь вспомнил это как я поступал в университет сколько времени это занимало вспомнил о том что это были первые люди кому я рассказывал о своем желании завести канал на youtube о том вообще о чем я буду снимать я хотел снимать про учебу в германии про поступление и так далее то есть все что связано с образованием я вообще считаю что образование это очень важная штука и не важно сколько тебе лет в какой стране ты находишься у каждого есть возможность получить образование за границей чем это круто это дает такой невероятный толчок и ускорение по жизни ты окружаешь себя интересными людьми тебя открываются новые возможности то есть это супер опыт и могу сказать что она полностью меняет вообще подход ко всему и полностью меняет тип мышления и насколько вообще интересного сила мысли и не так давно натолкнулся на канал альбины мая которая снимает про образование в европе она его буквально недавно завела сейчас учится в нидерландах рассказывает о том как проходит учеба там она также поступила в университет штатах рассказывать что для этого нужно то есть полностью раскладывает все по полочкам чем вообще круто задавать вопросы начинающим блогерам это тем что они полностью открыты для общения они с таким невероятным трепетом относятся каждому комментарию каждому вопросу и стараются просто максимально дать информацию подсказать от всей души в одном сказать по себе то есть каждый комментарий воспринимаешь не знаю как какую-то обязанность помочь людям и полностью выложиться поэтому те для кого эта тема интересна обязательно подписывайтесь поддержите ее в комментариях я уверен что и будет очень приятно если вы напишите и задите какой-нибудь вопрос подпишитесь и я уверен что это будет полезно тем ребятам которые планируют поступать в университет в университете в европе или университет в штатах вы найдете ответ на свой вопрос поэтому подписывайтесь поддерживайте и начинаем видос погнали смотрите какая чистая вода горная река здесь кстати даже можно на байдарка спускаться очень классно нужно когда-нибудь обязательно попробовать такую штуку я представляю какие-то эмоции невероятно очень скользкие камни вообще можно убиться на ровном месте на ровном месте я если честно подобного не видел только на картинках на видео никогда не сталкивался с таким вблизи соня вот эти вот кадры специально для вас а а а и и и и и и и Я уже представляю себе Соньку с рюкзаком Амылчика все готовы В общем собрались Ходим тут по хорам путешествуем Палатки ставим Очень круто, жду вас в гости Я тебя вижу Я тебя вижу Поговорим В очередной раз убеждаюсь Насколько невероятен этот мир Насколько важна каждая секунда И хочется запомнить и отложить Надолго в памяти эти прожитые моменты Путешествия открывают Нам его с другой стороны Заставляют забыть о суете и повседневной рутине Очень хочется выстроить свою линию жизни так Чтобы не забывать о самом главном Не забывать жить Как вы думаете, сколько лет этим деревьям? А они так это Выделяются, да, если взять Среди остальных Их не так много Вон, например, вон одно есть Эти трое Там еще Как будто вокруг них обсаживали Уже потом засаживали этот лес Не замечаете такую штуку? Напоминает, правда, кое-что другое Посмотрите, какая большая шишка А ну, подставь руку свою Наверное Почти все предплечье занимает Шишечка Оставим тебя здесь Пока Очень прикольная штука Эти деревья, получается, они набирают высоту свою максимальную Если сравнить их с теми, у кого тонкий ствол И все, они потом перестают расти уже в высоту Растут только вширь Прям как люди Смотрите, какие у них корни огромные Это то дерево, к которому мы и шли Да ладно? Да К которому через него проходишь Так, может, там дальше есть? Может, еще есть К сожалению, мы через него не пройдем Прикольная тропинка вдоль упавшего дерева Ну, кстати, там можно, кажется, вовнутрь зайти И здесь можно заглянуть К туннелю Чем-то напоминает туннель, который Илон Маск строит в Л.А. Да? Можно было бы жить, но видишь, этот ручеек Природа просто невероятная вещь вообще Мы уже немножко замученные находились В целом прикольно, но на один раз походить Подышать воздухом, посмотреть на эти огромные деревья Очень много мест, те, которые были на фотографиях Но в итоге их уже нет Там деревья уже какие-то попадали Какие-то уже поломались И в целом, в принципе, ничего такого прям прикольного То есть мы не увидели Наверное, просто были какие-то огромные ожидания Лично у меня И все время ожидал чего-то такого Ну вот-вот, скоро оно будет А так ничего не было Очень понравилось вот это вот место Там, где горная река спускается Прикольно было Ну и в целом увидеть именно вот эти вот деревья Такие старые-старые Огромные То есть посетить стоит Но, мое мнение, на один раз и не больше Я пробую всякие новые штучки, как обычно Вот, например, такой я еще не пробовал Фрапучино, Старбакс Как это правильно читается? Брррл Кру, бру Сейчас опять Так, и потом еще белый твикс Тоже новенькая штука Ну и, в принципе, пока все Кофе еще нет Лошадка Немножко не туда Не вступил Я опять забыл, что хотел сказать